Дамы и господа, доброго времени суток. Вас приветствует шахматный клуб Феникс. И сегодня мы вам представляем нашего нового комментатора Владислава Чижикова. Это один из постоянных участников наших турниров, сильнейший шахматист и просто добрый парень. И сегодня мы с Владиславом открываем новую рубрику, которая будет носить интересное название «Необычные шахматные идеи». В общем-то, хотелось бы вернуться к самому главному. Хотелось бы вернуться к шахматам, ребят, потому что шахматы — это творчество в чистом виде. Владислав, ты согласен? Конечно, согласен. И сегодня мы с Владиславом покажем вам партию Артема Тимофеева и Дениса Хисматулина. Ну, даю приветственное слово Владиславу. Это его дебют на публиче комментатора. Да, всех приветствую. И сегодня мы разберем эту партию. Да, ребята, вот я когда мне эту партию показали, я, если честно, был немного в шоке, потому что до 40-го хода, собственно, ничего интересного не происходило. Ну, а что случилось дальше, мы пока оставим немного втайне. И давайте, ну, вкратце промотаем дебют. И, собственно, посмотрим, как же развивались события перед этим творением шахматным. Итак, можно приступать, я думаю? Да, начнем. Ну, да, да, известные шахматисты, наверное, можно про них пару слов все-таки сказать. Я думаю, что в России не так много шахматистов с третингом 2650 и бывших. Ну, и это российские турниры, тут даже можно прочитать. Он игрался в 2009 году. Ну, и, соответственно, партия игралась достаточно напряженная, поэтому, я думаю, что интересно посмотреть ее и с точки зрения как спорта, так и творчества именно шахматного. И, я думаю, еще с точки зрения психологии тоже очень интересно посмотреть. Да, да, ну, здесь спорт и стоит из нескольких частей, в том числе и психология. Так, ну, понеслась, ребята, присаживайтесь поудобнее. Ну, дебют, я думаю, все тут знают, да, сицилианская защита, а вот вариант, связанный с третьим ходом слон b5, конечно, используется очень редко, потому что белые отдают свое, одну из легких фигур, ну вот, но у них есть четкий план. Я бы даже сказал одно из своих главных оружий, потому что я в сицилианской защите постоянно играю гамбит мор и вообще не могу представить свою позицию без белопольного слона. Да, да, да. Кого же жертвовать на F7, да, теперь я не помню. Ну, слона мы этого отдаем, но здесь идеи более такие стратегические, более, видимо, сложные для неопытных шахматистов. Но, на самом деле, если приглядеться, ничего сверхсложного не происходит. Отдали белопольного слона, а теперь пешечная структура практически полностью стремится встать на белые поля, чтобы оставшийся чернопольный слон мог себя чувствовать достаточно комфортно. Ну, дебют мы не будем сильно, ну, тут даже порядок ходов не имеет особого значения. Конечно, может быть, единственный момент, который здесь важен, можно черным где-то было на D4 фигуру поставить, да, не дать провести D4. Ну, а черные решили просто развиваться, и после логичных ходов в дебюте все фигуры встали на свои места. Ну, вот, активные достаточно, слон не играет на два фанга. Ну, и здесь никаких событий до хода А4 не происходило. Да, вот, когда я показывал мне партию Владимир первый раз, я отметил, вот, кстати, этот ход А4, потому что, как бы, пускаем мы коня на B4, ослабляем пешку, ослабляем пункт B3, и, как бы, резкое сомнение у меня, вот, вызвало этот... Ну, ход ответственный, да, совершенно верно, ответственный ход, поэтому... Основная идея, как мне Владислав объяснил, это, то есть, завладеть пространством, ребята, и, как бы, помешать черным провести B5. Ну, освобождающий ход такой B5, он часто здесь проводится, причем, я не уверен, что сейчас это грозит вообще, но, видимо, заранее такое показывает черным, что вы B5 в этой партии не проведете, ну, не знаю, не верится, что здесь можно B5 провести. Хотя, если помечтать, шахматист на читатель, то найдешь как B5 провести, но здесь очень тяжело, это, с точки зрения простых шахматов. Вот, ну, дальше черные попытались, все-таки, использовать ослабление, вот, и ферзом на 5 стадо, чтобы нигде B4 точно не было. Разменяли фигуры. Да, и вот такой ключевой момент в партии, верни, пожалуйста, на 20-й ход, вроде бы, вот я вот увидел, ребят, 20-м ходом поменялись ферзи, и такое у меня, такое у меня сомнение, у меня очень... Что вообще, да, что вот это показывает мне? Да, что вот сейчас вот в этой позиции можно показать? Поменялись ферзи? Ну, что может быть в этом необычного? Наверное, вот, как Владислав сказал, 90%, наверное, вот из этой позиции можно смело приравнять к ничьи, особенно людям с такими большими рейтингами. Но, собственно, случилось то, что случилось, а вы оставайтесь с нами, и в ближайшие 2-3 минуты, я думаю, вы оцените эту необычную шахматную идею. Да, ну вот черные начинают цепляться к слабости белому, к пункту B3. Да и даже зафиксировали ее, можно сказать, только использовать это тяжело. Ну, король на помощь бежит, пешку надо защитить, отоборотить лазил. Ну, вот, ну, прыжки конем здесь не нужно особо, можно вообще и через D1 прыгать. Идея просто коня поставить на более удобную позицию, где у него больше будет возможностей. Да, но топчется на месте и белая. Вот, кстати, но это видимо. Вообще, если попробовать предугадать, можно предположить, я не верен, что это так происходило. Симофеев, его соперник очень хорошо знает, они не раз включались с доской. Вот, а Хитматулин очень часто попадает в пять ног. Можно предположить, что Тимофеев специально выбрал и даже этот дебют, такой длительный, да, на долгую борьбу, ну вот, чтобы где-то ближе к контрольному ходу цирковок преподнести цирковь. И ему это удалось. Да, ну вот, прошу заметить, то, что конь на Е3 красавчик, и у него очень много полей. И сильнейшая фигура в этой партии, это, видимо, конь на Е3. Пока на данный момент. Ну, честно говоря, некоторые ходы так не совсем понятны даже. Ладья Ф1. Ну, конечно, Ф4 можно где-то попробовать провести, но Е4 слабая пешка, и ее постоянно нужно будет защищать. Я не думаю, что здесь Хитматулин думал, что вообще Ф4 где-то будет сыгран. Это, видимо, так. Просто фигура пошла с загадки. И обратно ушла, да. Ну, а что, пристали к пешке? А что делать? Ну, вообще, на первый взгляд, кажется, что черные играют на победу. Больше. Ну, с сомнительной позиции я бы, наверное, ничего предположил. Ну, вот хотя появилось, появился в пункте Ф4 у черного коня. Тоже может было где-нибудь там поцепляться. Ну, может быть, и туда надо прыгать. Непонятно. Да, ну, давай уже ближе к... Да, ближе к развязке. Ну, тут, видимо, уже черные были согласны, но ничего, раз туда-сюда конем попрыгать, входя опять каким-то чудом на Ф1 пришла. Ну, вот. Позиций повторялась, повторялась. И вот сороковой ход, ребята, как известно, после сорокового хода добавляет время. И вот предлагаю вам не смотреть в паровую часть монитора, где видна аннотация, а предлагаю вам просто подумать и поднять необычную шахматную идею. Это действительно, ребята, творчество в чистом виде. И я думаю, вы будете довольны собой, если вы найдете этот ход. Ну, кому было интересно, тот нажал на паузу, а мы сейчас озвучим и покажем. И да, действительно, этот ход ладья Б5. Вот такая вот оригинальная жертва качества. И заметьте, Хисматулин Денис в цейтноте, сороковой ход. Времени особо много думать нет. Ну, ладьей не уйдешь, там пешка на Б7. Согласен. То есть, если попытаться не брать это качество, то тоже не выйдешь сухим из лады. Все равно придется что-то отдавать. И, наверное, оптимально попытаться все-таки качество съесть. Потому что если отдать пешку Б7 сразу проиграно, если попытаться разменять ладьи, то, в принципе, будет похожая ситуация, только еще при равном материале. Ну, то есть, если АБ, пешка А5, объект атаки и грабелок становятся понятны. Ну, не обязательно, чтобы белые выбрали, но, по крайней мере, определенные инициативы, это они владели. Обязательно, Антон, пешка А, бьем. Тут важный момент. Ну, бьем к центру, есть такое правило. Ну, и самое забавное, это, конечно, посмотреть теперь внимательно на ладью Б6. Да, вот идея, ребята, в том, что ладья Б6 просто выключена из игры, абсолютно. У нее нет ни одного поля, она не делает абсолютно ничего. Абсолютно ничего. И чтобы ее высвободить, черные начали проводить план, то есть надвинуть пешку Е6 и провести Д5. Я правильно понимаю? То есть, чтобы... Да, конечно. Ну, здесь в черном настолько... Ну, А4, конечно, еще идея была, поэтому тут важно где-то за ней следить. Да, ладья стала на линию А не только отвечать от А4, но где-то в дальнейшем при правильной постановке фигур провести Д4. Ну, и вообще, черные понимают, что они не могут просто так стоять, да? Тут даже где-то и конь на Д5 может просто прискакать. Да, и на С2 дальнейшее. Ну, можно на С2, на Д5 разворяться, а вот Д4 на С2. Но там много маневров. Можно и коня, и на А4 попробовать вообще перевести. Да, очень много полей. Мы это отмечали в начале видео. Да. Ну, и, собственно, черный провод. Конь здесь вообще... Да, вообще, белые, когда отдали это качество, наверное, им еще помогало понимание того, что конь тут не настолько слабее ладей, потому что линий открытых нету, и конь, прыгая, создает достаточно много проблем. Ну, здесь был конь Д4 еще интересный ход. Может быть, он и подслабее, но идея более простая, что на Д5 у нас где-то будет возможность спасти, и ладью съесть просто... просто напахнуть спешкой и забрав ее потом. Ну, там ладят С8, надо все это смотреть, считаться. надежнее сыграл Тимофеев. Да, и вот черные провели эту идею. И ладья, наконец-то, вышла. Получили черные С5. Пора порадоваться, вроде как. Качество лишнее на лицо, но теперь появились другие преимущества. Это пешки. Да. В общем, очень сильные пешки. Пешки страшные, да. Бегут еще все вместе, поддерживают друг друга. И прошу заметить, то, что черные скинули уже одну. А, и вот скинули вторую, хотят откупиться пешками. Да. Король стоит на С4. Да, надежда черных была на футбуши. Да. Ребята, и вот это еще один творческий подход в чистом виде, хотя уже это, наверное, менее творческий. Но советую вам нажать на паузу и поискать следующий ход, белых. Ну, поглядь, еще пешки. Кому интересно, тот, конечно же, остановил видео. Но, да, ребята, Б4. Ну, а что? Играть так играть? Играть так с музыкой, да. Здесь пешки, которые стоят на пятом ряду, они ничуть не слабее ладья, а скорее всего просто намного сильнее, да. Ну, и конь, который в нужный момент прискачет туда, куда необходимо. Ну, и здесь уже идет достаточно простое добивание. Конечно, черные пытались создать какие-то проблемы. Для этого нужно было чтобы какая-то ладья выскочила вперед, но уже все очень запущено, да, и пешки прошли. Просто жуть, просто жуть, ребята. Да, ну, и в 6 отключение. Отключение, да, короля. Причем, мы не ночью выигрываем, да, радуясь, что мы что-то там играли, а просто спокойно проводим. Ферзей. Много, много ферзей. Да, ребята, вот это первый первый выпуск такой, у нас, можно сказать, банальный. Мы соорудили все насковую руку, наверное, потратили в общей сложности минут 30. Пишите комментарии, можете присылать свои партии, мы с удовольствием с Владиславом их разберем, покажем мне оригинальные шахматные идеи. Ну, а на этом всем спасибо за внимание. Да, кстати, после 62-го хода Т7 Денис Хисматуллин сдался, мы забыли это отметить. Ну, я думаю, многие догадались. Да, по какой причине. Да, всем спасибо за внимание, до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok